Я хочу сказать о своем муже. Мы прожили с ним 35 лет и 9 месяцев. Встретились мы в Казахстане с ним. И так получилось, и по милости Божьей, когда он проходил мимо, я жила на четырехэтажке, мы на третьем этаже жили, когда я глянула, он мимо шел, такой высокий, кудрявый, стройный. И я не знала Бога, и мне внутренний голос сказал, он будет твоим мужем. Я не поняла. И как-то в клубе мы, в общем, оформляли, елку там наряжали, и мы посмотрели друг на друга, и мы полюбили друг друга. И вот знаете, я даже вот не могу, вот я жила, даже не могу сказать, это как в сказке, наверное. Мы так любили друг друга, но вот уже столько лет, да, мы с ним встретились, вот, например, где-нибудь столкнемся даже дома, он подойдет, меня раз поцелует. Пройдем там где-то, вдруг он подойдет опять раз поцелует. А на вид он такой же казался вот, ну, такой вот, знаете, какой-то, а вот насколько он был такой добрый, такой ласковый. Сидим, проповеди слушаем, он меня возьмет, все время гладит, ласкает. Вот было столько любви в нем, я вообще, я поражалась его добротой. И где бы мы ни были, у нас как-то так получилось, что сразу пришлось уехать на север, потому что все деньги на свадьбу украли. И мы поехали на крайний север, так Бог нас искал. И мы там, получается, что ждали ребенка, и никак два года, и мы молились, не знаю кому, мамочки-то, мы же не знали Бога. И Бог нам подарил сына Валеру. Мы так радовались, он так любил его. Он работал, знаете, он жертвовал. Через восемь часов он еще придет, уставший, ночную смену. Он стирал, убирал, мыл. Я не знаю, он никакой работы не брезговал. В больницу ходил. Вообще мы все делали вместе. Я работала в садике воспитателем, у меня было 45 детей в группе. Он меня всегда жалел. И всегда говорил, что я даже не верю, что вот Бог тебе мне подарил. И потом вот родился, когда вот уже второй ребенок, Саша. И Бог так вот нас искал, искал. И получалось, что мы как цыганины, и на столько раз переезжали. Я этого никогда не хотела. Но почему-то Бог вот так нас вел. Я вообще такая, мне надо было на одном месте. Нам надо было уехать, потому что у Валеры сказали порог сердца. И надо было место менять. А мы там уже прижились, уже квартиру дали за хорошую работу ему. Нас полюбили, и нам пришлось ехать в Молдавию. А он привык зарабатывать. Он не любил, чтобы... Он говорил, я должен зарабатывать. А в Молдавии мало платили. И мы... Он говорит, поедем опять на север. И мы едем опять в Иркутскую область, и попадаем в поселок Янгель. Но помимо поселка Янгель, мы еще там несколько мест не искали. Вот так Бог нас вел. И мы, когда приехали в поселок Янгель, он стал тоже работать на стройке, много-много работал, жертвовал. Но, знаете, было у него такое качество. Он был такой, ну как, занимался спортом, каратэ. И у него все друзья были, все те, которые сидели в тюрьмах. И он был такой гордый человек, понимаете? Он сильно курил. На каждом слове одно слово мат за перемат. Но со мною, если он выпьет, он только ласковые слова говорил. Он всегда меня гладил, ласкал. Я не слышала от него никаких грубых слов. И тут вот подружка моя, Маша Силич, которой я сильно благодарна. Мы вместе с ней пели в клубе, и она потом говорит, я жить не хочу, я хочу повеситься. А у нее было трое детей. Я говорю, ты что, Маша, разве можно? Я не хочу, нету смысла жизни. Потом опять, ты знаешь, Валя, я, говорит, Бога нашла. Ну, мы, конечно, к виску стали представлять, что какая-то фанатичка. А сами все равно к ним ходили. Ходили, дружили. И ее муж, друг Володя, он однажды, Маша прибегает и говорит, Валера, прячься. Володя хочет убить тебя. А почему? Ну, за то, что мы верующие стали. Валера быстренько собирается и бежит. Бежит, Маша след за ним. Он бежит, прибегает, открывает дверь Володя. Ты меня искал, ты меня убить хотел. Через пять минут они уже сидели вместе, пили чай и читали Библию. Вот насколько он такой блажертвенный, он на каждом слове, везде говорил о Боге. У нас дом был всегда открытый для Бога. А прежде чем прийти к Богу, он, знаете, же был такой гордый. И три раза Бог показывал ему смерть. Один раз, когда в поезде ехал, и человек умирал, а он всегда говорит, кто окажет первую помощь? Он первый бежит. Он давал искусственное дыхание, все, тот человек умирает. Второй раз, когда он тоже так взял племянницу мою, потом дочку вот этой подруги моей, Машей Сиричей, поехали мы на Черное море в Одессу. Как раз Саша пробегал через дорогу и чуть не попал под машину. Тогда Бог оказал милость, подарил нашему сыну жизнь. Ну, они стали плавать на этом велосипеде, и там человек тонул. А говорят, когда человек тонет, нельзя, да? А он все равно, он спасает его, на берег привозит. И там врачи, когда пришли, даже не стали ничего делать, тот уже начал приходить в себя. Говорят, почему так? И третий раз, когда уже там, в Янгеле, там, в общем, машина проходила, и многодетный отец, у него было пятеро детей, он уснул и попал головой под грузовик. И он все, он говорит, как раз стали заниматься коммерцией, стали заниматься водкой, мы же не знали тогда. А Бог к нам стучался через Машу, и пошли с ним в ваню, и он нечаянно получался холодной водой на камне, а горячая нечаянно на меня. И он говорит, я же тебя люблю, я же тебя не хотел. Бог так остановил. И мы тогда сказали, все, надо бросать. Бог с нами разговаривает. Мы бросили все. Мы потом бросили коммерцию. Мы сказали, ну, Господи, мы хотим служить только для Тебя. Веди нас сам, как хочешь. И вот он везде благовестовал. Ему не говорили, Валера, у него была кличка Богомол, Богалмаз. И когда тоже работал, и какие-то двое, которые такие, знаете, они были элитные, там, поселки, они решили над ним поиздеваться. Он не выдержал кран. Говорит, остановите кран. И спустился. И, в общем, ударил. Ударил. И потом горько плакал. Стоял на колене перед ним и просил у них прощения. Я же верующий. Но я не сдержался. Простите меня. И потом, вот знаете, так Бог его благословлял. У нас на третьем этаже жила семья. Они были очень богатые такие. И, получается, панарины. И, в общем, однажды стучится этот панарин. В общем, а Валера дома не было. А Саша с Валерой были маленькие. Он стучится. И говорит, Валя, можно? Я говорю, заходи. У нас дом был открыт для всех. Всегда. Днем и ночью. Заходи. Мы сели чай пить. Я вижу, что ему тяжело. Он говорит, я хочу повеситься. Я говорю, ты что? Нельзя. Это же такой большой грех. Нельзя. Сейчас Валера придет. Валера пришел. Все. Он быстренько братьев позвал. Он покаялся. Он стал верующим. Потом на работе семья Гецеу. Они тоже как типа молдаване. Он румын. Он тоже начал ему о Боге говорить. Он говорит, все, ты меня уже достал. Приходите с Людой на служение. Они пришли и уверовали. И Люда до сих пор в Янгеле. Вот у них дом служит для Господа. Потом молодежь собиралась. Под гитару пели. У нас дом же всегда был открытый. Пили кофе, чай. И один стоял и ухмылялся. Галинка, помнишь? Ухмылялся. Когда он говорил слово. Через некоторое время. Наркотики у него. Там большая доза наркотиков. И его везут. И он в таком этом умирает. И только говорил, господи, прости меня. А медсестра говорит, как такой молодой уже Господа знает. И вот он везде сел. Я не знаю. Я так его любила. Вы знаете. Он жертвовал. То в другой. В один поселок. В другой. Берет эти книги. И литературу. На лыжах 20 километров. Там люди где-то каятся. И вот, я не знаю. Потом мы стали молиться. И когда вот получилось, что нас исключили из регистрированной церкви. Потому что мы были не согласны. Что там надо было без косынги ходить, краситься. Мы понимали, что это не Божий путь. И мы, в общем, так получилось, что там одна бабушка приехала из Новосибирска. И получилось, что у бабушки был дом за 16 миллионов. А у нас в Янгеле миллион.